Привет! Меня зовут Настя и вы на моем YouTube-канале Let's Nail Moscow. В этом видео я расскажу вам о стемпинге или штамповке рисунков на ногтях. Из этого видео вы узнаете и самые базовые вещи, например, об инструментах, которые вам будут нужны и секреты и советы, которые точно пригодятся даже тем, кто уже умеет пользоваться штампиками и скрипками. Не переключайтесь, давайте начинать наш небольшой урок. Для начала вам понадобится штампик. Это мягкая резиновая или силиконовая подушечка с пластиковой ручкой. Они бывают разных размеров и разных цветов. Сейчас я вам объясню основные различия. Штампики с непрозрачной подушечкой. Мой вам совет, не покупайте их. А если у вас уже такой есть, выпрасывайте. Во-первых, подушечка у таких штампов довольно твердая и она неприятно давит на ноготь. А во-вторых, перенося рисунок с такой подушечки, вы замучаетесь пытаться попасть ровно в центр ногтя. Каждый раз результат будет сюрпризом и чаще всего неприятным. Если вам нужен штампик, выбирайте прозрачный. Во-первых, у него будет мягкая подушечка. Ее намного удобнее прижимать к ногтю. А во-вторых, сквозь прозрачную подушечку вы будете видеть ноготь и сможете идеально проконтролировать расположение рисунка. У меня таких штампиков три, но они ничем принципиально не отличаются, так что одного вам хватит с головой. Заглядывайте в описании видео, я постараюсь оставить вам ссылки на похожие штампики. Следующий инструмент, который вам обязательно понадобится, это скребок. Он нужен для того, чтобы убирать излишки лака с пластины с рисунком. В магазинах иногда продаются такие скребки с металлическим ребром. Я категорически не рекомендую их покупать, а если вы пользуетесь таким, я бы посоветовала его сменить. Дело в том, что при использовании он очень сильно царапает пластинку с рисунками. А по секрету расскажу, что скребок можно даже не покупать. Вместо него можно использовать ненужную вам пластиковую карту. Она отлично справляется с этой функцией. Но чаще всего штампики продаются в комплекте со скребками, так что можно вообще не задумываться об этом. Помимо специальных инструментов, вам очень пригодится в стемпинге обычный канцелярский скотч. Если ленту вывернуть липкой стороной наружу, этой липкой поверхностью удобно очищать штампики от пыли и ворса, которые к ним прилипают. И не забывайте о скотче. В этом видео я покажу вам еще два способа его применения. Ну и конечно же самые важные инструменты это сами пластинки с рисунками. Они бывают всех возможных цветов и размеров. Вы также можете заметить, что у некоторых пластинок есть пластиковое основание. На самом деле вы поймете, насколько такие пластинки удобнее, когда будете снимать липкую пленку с новой пластинки. Крепко зажимая пальцами пластинку без пластиковой основы вы можете нечаянно порезать пальцы. Если же эта пластинка на пластиковом основании, порезаться практически невозможно. Когда я делаю стемпинг, я стараюсь всегда положить под пластинку кусочек салфетки или бумажного полотенца или любой ненужной газетки или бумаги. Все потому, что вокруг пластины будет очень много лишнего лака. И если не положить салфетку, он окажется на столе. Популярный вопрос. Чем же можно делать стемпинг? Нужны ли специальные краски? Отвечаю. Можно обойтись и обычными лаками. Давайте я объясню, как понять, какой лак подойдет для стемпинга, а какой нет. Откройте лак и обратите внимание на то, как лак выглядит на кисточке и на горлышке бутылька. Некоторые лаки совсем прозрачны. В них очень мало пигмента. Вы можете легко разглядеть темную кисточку и цвет лака совершенно ее не перекрывает. В стемпинге такой лак будет вести себя точно так же. Он будет слабо перекрывать другие цвета и его будет еле-еле видно. Если же открыв лак, вы видите, что цвет лака легко перекрывает темный ворс кисточки и на горлышке бутылька тоже не видно просветов, это значит, что он достаточно плотный для стемпинга. Давайте покажу вам стемпинг в действии. Берем пластинку, кладем на салфетку, наносим немного лака на понравившийся вам рисунок, скребком убираем излишки лака, а затем штампиком легонько проходим по рисунку и весь рисунок отпечатывается на штампике. Если что-то не получилось, берем кусочек ватки, окунаем в жидкость для снятия лака, протираем пластинку и пробуем все заново. Как я уже говорила, скотч незаменимый помощник стемпинга. И если вам не понравился рисунок, который получился на подушечке, с помощью скотча его легко убрать. Стемпинг нужно делать быстро. Зазевалось на минутку, лак высох и уже не отпечатывается. Поэтому стараемся все делать в темпе. Когда вы будете переносить рисунок на ноготь, кожа вокруг ноготка тоже испачкается. Поэтому лучше ее защитить заранее. Для этого можно использовать защитную пленку, которую я вам уже показывала в видео о секретах градиента. Я постараюсь найти для вас похожую и оставить ссылку на нее в описании к видео. Также ищите там ссылки на штампики, пластинки и скребочки. И конечно, делаем стемпинг только на сухой лак, иначе все смажется. Слегка поддеваю уже подсохшую пленку и одним движением снимаю вместе со всей грязью. Иногда я использую части разных рисунков в разных частях ноготка. И создаю таким образом картинку ровно под свой вкус. В этот раз я взяла кусочки тропических листьев и напечатала их в противоположных уголках. И, кстати, с помощью липкой стороны скотча вы можете убирать остатки лака с кожи вокруг ногтей. Даже не используя защитную пленку. Покрывать стемпинг топом нужно аккуратно. Иногда жесткая кисть может смазать рисунок. Поэтому лучше заранее проверить, насколько мягкая кисть у вашего топа. И попробовать покрыть ей какой-нибудь рисунок. Я покрываю стемпинг топом довольно густо. Опять же, чтобы поперечь его и предотвратить смазывание рисунка. Мне гораздо проще потом убрать излишки топа с кожи вокруг ногтей, чем заново переделывать весь рисунок, если он смажется. Вот и все. Маникюр готов. Как видите, я решила совместить геометричный черно-белый зигзаг и тропический принт. Мне кажется, получилось очень здорово. И как раз свежая идея маникюра к началу лета. Я надеюсь, что вы узнали что-то новенькое. И мои советы и подсказки помогут вам овладеть волшебством под названием стемпинг. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Буду стараться на них отвечать. А если наберем достаточно много, может быть сниму часть номер 2. В описании под видео я оставляю ссылки на видео, в которых есть стемпинг. Например, в видео про почтовых голубей я собирала маникюр из нескольких деталей с разных пластин. А в видео с кристаллом я показываю необычную и уже более сложную технику, которая называется реверсивный стемпинг. Если вам понравилось мое видео или вы узнали для себя что-то новое, ставьте этому видео лайк. И, конечно же, обязательно подписывайтесь на мой канал. Кстати, я узнала, что оказывается, YouTube теперь не уведомляет нас о новых видео даже на каналах, на которые мы подписаны. Поэтому нажимайте на звоночек возле названия моего канала. Так вы будете видеть уведомления о новых видео. Вот как теперь нужно делать. А пока что целую и обнимаю вас. И увидимся в моих следующих видео. Ваша Настя, Let's Nail Moscow. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова